В общем, с удовольствием хотел бы открыть нашу школу, которая называется Fall InterML. Мы постарались вообще собрать, я считаю, сделать такую уникальную школу и пригласили действительно самых ведущих в России представителей по ученых, которые занимаются искусственным интеллектом. То есть это действительно люди, которые опубликовали статьи на ведущей конференции их уровня, а со звездой в конференциях. То есть такого, на мой взгляд, еще в России не было, поэтому вы свидетели такого уникального события. И я вас очень призываю слушать легче и внимательно, потому что и доклады внимательные, которые будут в среду задавать вопросы, потому что действительно, мне кажется, такой уникальный опыт пообщаться с людьми, которые действительно делают искусственный интеллект и машинное обучение, можно сказать, просто на переднем крае науки. Прежде чем приступить к нашим лекциям, я хотел бы дать слово декану нашего факультета, Ивану Владимировичу Аржанцеву. Ивану Владимировичу. Слышно? Доброе утро. Спасибо, коллеги, что позвали. Очень приятно, очень радостно, что у нас такое мероприятие организовано. Очень надеемся, что оно станет регулярным, систематичным. Все очень круто, Алексей уже сказал. И действительно, на факультете с каждым годом становится все больше публикаций на конференциях, а со звездочкой. В этом году просто всплеск, взрыв. Мы гордо сравниваем себя с другими организациями, радуемся. Правда, наш библиометрический центр, наш, это Высшая школа экономики, проводил недавно семинар со всяческой аналитикой по публикациям в мире, в России, в области компьютер-сайенс. И оказалось, что слухи о смерти журналов в области компьютерных наук слегка преувеличены, и мы на факультете даже думаем, что нужен некий план, как сделать журналы great again. Но я понимаю, в этой аудитории про это не надо, поэтому я умолкаю насчет журналов. И действительно, конференция со звездочкой – это очень круто. И хочу еще одну вещь сказать. Вот я вспоминаю свою почти советскую юность и научные мероприятия, в которых мне удалось поучаствовать тогда. В Советском Союзе было много хорошего, но стиль научных конференций меня тогда удивлял и продолжает удивлять. Тогда была какая-то такая традиция, что ли, когда ставят очень много докладов подряд, выходят люди и просто так четко-четко-четко рассказывают, без мотивации, без определений, и слушатели, как правило, просто не понимают, о чем говорят. Попытки задавать вопросы, но как-то тоже не очень приветствовались. Так, это все опубликовано, вам интересно, почитайте. Были, конечно, исключения, было иначе, но часто было так. И вот я посмотрел программу этой школы и активно порадовался. Вот формат мини-курсов, даже если он состоит из двух лекций, это очень правильно. Это когда людей собирают вместе и пытаются чему-то научить, рассказать. Какими бы они ни были крутыми профессионалами, они не могут знать все. И введение в ту или иную предметную область, как правило, для них является очень ценным. Мы уходим от этого порочного принципа, может быть, знаете такую фразу, не рассказывай слишком понятно, уважать не будут. Это вот плохая фраза. Вот надо стараться рассказывать слишком понятно. Я надеюсь, что вы на этом мероприятии все поймете, научитесь, и оно пройдет с огромной пользой. Желаю вам всяческого успеха. Спасибо. На правах организатора я еще немножко коротко расскажу о нашем плане на ближайшие три дня. У нас, получается, будет четыре мини-курса, как вы видели в программе. То есть они будут с перерывом на кофе-брейк примерно по три часа каждый мини-курс. То есть до обеда, после обеда. А 3 ноября у нас… И в конце сегодня-завтра будут доклады, 36-минутные доклады. Тоже призываю вас прийти на эти доклады. Они будут про приложение машинного обучения, про к разным вещам, и к физике, и в астрофизике, и к тому, как делать машинное зрение на мобильных устройствах. Будет один теоретический доклад про методы MCMC, но он будет очень сочетаться с тем, что я буду сегодня рассказывать. А 3 ноября у нас будет такое вот… Действительно что-то будет похожее на настоящую конференцию уровня А со звездой, потому что сейчас конференции, они проходят по такому принципу, что если вы опубликовали статью, например, там где-нибудь на ICML, то вам дают возможность записать такую свою презентацию, видеопрезентацию. Формат из года в год меняется, но часто бывает такое, что вы записываете одну какую-нибудь длинную, скажем так, на минут 15, и одну короткое видео, где-то на минуту, например, или на две. И эти видео, они все доступны на сайте, иногда за деньги надо получить доступ. Но в конце все равно в основе вообще этой конференции лежит просто такие короткие… Лежит постерная сессия. То есть все, кто опубликовался, они все приходят и стоят около своих постеров. И это не считается… Вы знаете, я как раз продолжаю речь Ивана Владимировича про математические конференции. Мне все время казалось, что когда делают конференции по математике, и первую конференцию, которую я в своей жизни посетил, я приехал на нее с постером, и там с постером выступали просто такие студенты, которым еще слова не давали сделать даже 10-минутный доклад, но они выступали с постерами. И это все время казалось так. Ты стоишь такой еще маленький, а потом ты, конечно, вырастаешь и говоришь, больше я не буду стоять около постера. Конференция по машинному обучению это немножко другая история. Там у постера могут стоять вполне себе известные люди с большим количеством чатированиями, известные. То есть это не то, что там отправили самого молодого автора стоять и краснеть около своего постера. То есть там это как раз наоборот приветствуется. Иногда с бокальчиком вина все происходит, если вдруг параллельно еще фуршет. Но то есть это такое вот как бы… И выглядит это как, знаете, такой… Вот если вы себе представляете какой-нибудь экспоцентр, то… Или такой большой вокзал в каком-нибудь крупном городе, то примерно это выглядит как такой большой вокзал. Там все гибтятся около постеров, и там действительно как бы это комьюнити. В общем, это интересно. Я надеюсь, что у многих из вас получится вот пройти на конференцию. Может быть, когда вы подрастете, и там, не знаю, через пару лет конференция уже не будет, придумают какой-нибудь новый формат взаимодействия. В общем, всякое может быть. Вот, но в любом случае. Вот, поэтому я вас призываю и на доклады прийти. То есть доклады будут минут по 15, а потом будет постер на основе доклада. То есть если вдруг вас зацепила тема доклада, то вы можете прийти на постер и взять этого автора, соответственно, этой статьи и вынуть из него душу, спрашивая, как у него получились такие, не знаю, там картинки, эксперименты, теоремы и так далее. В общем, у нас будет порядка, по-моему, 30, где-то 27-28, постеров и докладов, соответственно, они будут идти в параллельных секциях. То есть вот доклады будут идти в параллельных секциях, а постер на сессии будет здесь, большая. И, в общем, там надо будет вам выбрать, что послушать. Те, кто больше любит, не знаю, какую-нибудь математику и теоретическую машину обучения, вы пойдете в одну там комнату, те, кто больше про приложение, в другую, потому что докладов много, и всех уместить в один день не получается. Вот, ну, давайте на этом, может быть, организационную часть закончим, давайте перейдем к сегодняшней лекции. Сегодня так получилось, так совпало. Я свою лекцию ставил, как, можно сказать, один из главных организаторов последним, потому что это такой правил хорошо утону, но потом все потихоньку начали переносить доклады, и за две перестановки моя лекция стала первой. В общем, из четырех. И я буду, первую часть буду рассказывать я, а вторую часть будет рассказывать Даниил Тяпкин, Даниил студент второго курса магистратуры. Вот уже ко второму курсу магистратуры сделал две статьи на конференциях уровня АСС-звездой, это ICML и NoRips, это такие самые ведущие конференции, и одну статью на iStats. Это, я считаю, выдающийся результат. И вот мне кажется, это хорошо будет, если Даниил, он, наверное, по возрасту может быть чуть ближе к вам, и он вам тоже попробует донести какие-то свои идеи. Я начну такое немножко более с введения, порассказываю про бандитов, может быть, многие уже слышали, что такое бандиты, всякие стахастические бандиты. И потом сделаю введение в... сделают у меня первую лекцию. Ну, здесь план примерный. Я расскажу про многоруких бандитов, мы поговорим про то, что такое так называемый exploration-exploitation dilemma, то есть про исследование и взятие, скажем так, по максимуму, что такое оптимизм перед лицом неопределенности. И дальше немножко поговорим про основы MDP, про всякие марковские процессы принятия решения. Если успеем, то немножко поговорим про кулернинг. А вот Даня сегодня после кофебрейка продолжит про вот такую тему, которая называется From Dirichlet Rubin. и, значит, как исследовать среду в алгоритмах обучения с подкреплением без бонусов. Все-таки бонусы тоже будут понятны, в принципе, уже из, можно сказать, первых слайдов моего доклада. Но что почитать про reinforcement learning, про обучение с подкреплением? На самом деле, книжек много. Ой, куда-то я отмотал. Книжек много. Есть такая, скажем так, классическая чтива Барта Саттона. Введение, обучение с подкреплением, введение. Это книжка такая, которую можно просто взять и читать, не знаю, где-нибудь на берегу моря или в поезде. В общем, она такая, как бы, чтива. В ней нет каких-то, может быть, таких суперсложных вещей. Если вы чувствуете, что вы такой человек посильнее, чем просто человек, читающий там на какое-то чтиво, то для вас возьмите лекции Шабе. Он венгерый. Даже не знаю, как правильно произнести его имя. Какой-то Шипезваре, наверное, правильно. Я даже, честно говоря, боюсь произнести. Книжка старая, 10-го года. То есть, казалось бы, сегодня 23-й год. Уже, в принципе, все изменилось. Но я считаю, что если вы хотите понять какие-то основы, такие немножко математические основы обучения с подкреплением, то для вас это книга. Ну, а если вы реальный математик и пришли в машинное обучение, то я очень рекомендую попробовать такие фундаментальные книги. Например, Вивик Баркар про стахастическую аппроксимацию и Мартин Путерман про марковские процессы принятия решений. Больше про оптимальное управление. Но это такие действительно серьезные-серьезные книги. Книг еще много. Можно много статей всяких. То есть, все-таки в машинное обучение часто люди учатся даже не на книгах, а на статьях. Но вот прежде чем начинать какие-то смотреть статьи, все-таки хорошо попробовать как через книги пройти или вот через мини-курс. Значит, ну вот давайте начнем. Первую нашу тему — это многорукие бандиты, стахастические многорукие бандиты. Поговорим про то, что такое упущенная выгода, как исследовать среду. Немножко вспомним вероятность высокой размерности. В общем, вот такие вот вещи мы обсудим. Наверное, кто-то из вас уже сталкивался с многорукими бандитами. Может быть, кто-то играл, не знаю, в казино в бандитов. Не знаю, играл кто-нибудь в казино. Никто не признается. Но, в общем, интересная вещь. Я не призываю играть, но сходить иногда интересно. В общем, посмотреть, можно ли применять всякую математику. Знаете, я так и ради интереса в разных известных местах. Например, Достоевский же игрок написал, по-моему, в Висбадене. И я решил тоже зайти в это казино. При входе мне пожелали проиграть столько же денег, сколько Достоевский здесь проиграл, когда они узнали, что я русский. И, в общем, вот такие вот веселые ребята. Но в некоторых казино меня убивало то, что выпадает, например, 27 красное три раза подряд. И вот вроде приличное место, но как-то не верится в такие события. В общем, это отступление. Но, в общем, наверное, каждый себе представляет всякие автоматы, где можно дергать ручки. Здесь вот вместо автомата, потому что мы не пропагандируем игры в казино, здесь вот нарисован такой, как это называется, как его зовут по-русски? Осьминог. Да, я все, октопус. Вот, осьминог. И видите, у осьминога у него много лап. И у каждой лапы есть свое распределение. То есть, да, вот. Он может, скажем так, дернуть ручку, скажем так, этой лапой и получить какую-то награду за это. И у наград есть распределение. То есть вот у нас есть, если в общем, то у нас есть k ручек, да, и, соответственно, мы, у каждой ручки есть свое распределение. Как вот здесь нарисовано, вот эти зелененькие, это вероятность на распределение. награды, которые получаете вы от каждой ручки. И, соответственно, ваша цель дергая ручки, вы не знаете, какое распределение, вы эти распределения не знаете, вы их не видите. Они какие-то есть там где-то, но вы их не знаете. Дергая ручки, вы пытаетесь определить, какая ручка дает вам, например, максимальную награду, скажем так, в среднем. То есть лучше награда. Но вот здесь она обозначена, что математическое ожидание награды самое большое у этого распределения, потому что она такая, видите, смещенная в правую часть. Вот она так звездочкой и обозначено, что у него самая лучшая награда. И вот вы, соответственно, дергаете ручку, то есть выбираете действие. Скажем так, действие здесь. Мы играем сколько-то эпизодов, например, T большой эпизодов, и на каждом эпизоде мы делаем некоторые действия. Действие — это выбор соответствующей ручки, и мы получаем некоторую награду. И будем для простоты предполагать, что у нас награды, они все независимо одинаково распределенные, и они все от нуля до единицы. То есть просто чтобы было проще делать какую-то математику. То есть вот такая очень простая модель. Спрашивается, как, например, делая какое-то количество действий, как вообще найти эту ручку, которая дает вам наилучшую выгоду. Оказывается, что у этого много есть приложений, то есть это такая вроде казалось бы игрушка, но на самом деле есть разные приложения и в совершенно разных науках, и в бизнесе. То есть это такая полезная задачка. Но давайте введем некоторые обозначения и введем концепцию упущенной выгоды, по-английски это регрет. Что у нас есть? Во-первых, мы будем обозначать среднюю, скажем так, выигрыш от ручки А, мы будем обозначать через мю от А. То есть это математическое ожидание выигрыша. И обозначим как лучшее математическое ожидание через мю со звездой, это максимум, соответственно, по всем ручкам. Ну и вот у нас будет еще такое понятие, как дельта А. Это, скажем так, по-английски это gap для ручки. То есть это та разница между оптимальной, самой максимальной возможной прибылью в среднем и той, которая дает ручка. То есть для каждой ручки этот вот такой вот зазор, он определяется. Вот, дельта А. И понятное дело, что лучшая ручка, это та, которая, опять же, на ней дается мю со звездой, и для нее, понятное дело, вот этот зазор, он равен нулю. Ну и тогда можно определить упущенную выгоду. Упущенная выгода определяется следующим образом. Вы играете t большой игр, и вот это максимальный в среднем выигрыш, который вы можете получить, играет t большой игр. То есть вот сумма мю со звездой. Здесь сумма, здесь как бы скобочки стоят. То есть это не то, что суммируется только вот это, а вот это не суммируется. То есть я здесь просто скобочки пропустил. Понятное дело, что тогда это t мю со звездой вычесть сумму математических ожиданий. И здесь, соответственно, математические ожидания уже берутся по АТ. То есть на каждом шаге вы выбираете какую-то ручку, на каждом эпизоде выбираете ручку, соответственно, дергаете ее, получаете. Можете получить в среднем такую вот доходность. То есть иногда это называется псевдо-регрет, то есть псевдо-упущенная выгода, потому что она такая в смысле математического ожидания. То есть можно, например, попробовать в смысле большой вероятности определить что-нибудь. Но вот здесь мы будем для простоты в смысле математического ожидания определять. И вот эту вещь нам бы хорошо бы, вообще говоря, оценить. То есть нам надо предложить стратегию, которую мы следуем этой стратегии. То есть мы, может быть, не знаю, у нас стратегия может быть такая, например, дергать, например, каждую ручку. Сначала первую, потом вторую, потом третью, потом четвертую, потом снова. Это тоже стратегия. То есть мы выбираем некую стратегию, и эта стратегия, если мы ее следуем, она нам дает последовательные ручки, которые мы дергаем. И вот мы хотим понять, найти какую-нибудь такую стратегию, чтобы оценить вот этот регрет. Понятное дело, что его можно оценить линейно. То есть просто хлопнуть каждое слагаемое сверху, там, условно говоря, единицей. То есть самую какую-нибудь грубую оценку написать. То есть понятное дело, что как бы линейный уж можно написать по Т. Но хочется написать какую-нибудь сублинейную, то есть такую, которая, например, корень из Т, например, или Т в какой-нибудь степени, две трети. То есть вот хочется, чтобы эта вещь, она сверху ограничилась чем-то, что растет медленнее, чем Т большой. И это как бы наша первая цель на сегодня. И здесь вот возникает такая вещь, которая по-английски называется Exploration Exploitation Dilemma. И это ключевая вещь, которая сегодня будет появляться много раз в моем курсе. Потом Даниил Тяпкин будет вам тоже рассказывать про это, и будет вот эта картинка часто появляться. А потом, когда будет в конце сегодняшнего дня лекция Сережи Самсонова про методы MCMC, то там, в принципе, тоже нечто подобное есть. То есть вот тоже про Exploration и Exploitation. В чем как бы идея? У вас, как бы, мы вот, не знаю, в последнее время любим это все иллюстрировать на кофе, все любят ходить в кафе, сейчас это модно, да, там сидеть в кафе, брать, и вот вы ходите в какое-нибудь кафе, и там берете карасаны и кофе. И вы считаете, что это как бы лучшая кофейня, которая здесь есть, например, на территории вышки, не знаю, ходите в какую-нибудь из них. И как бы говорите, что вот как круто, вы едите там все вкусно, как бы кофе вкусный, и тут такой, не знаю, вы, проходя мимо, задумались, ого, там, не знаю, на минус первом этаже есть другая кофейня, я там никогда не был, а может быть там карасанчик-то повкуснее. И вы такой думаете, а пойду-ка я туда схожу, поделаю немножко исследование среды. Вы спускаетесь туда, делаете исследование среды, и может быть так, что там карасан-то повкуснее. И вы такой, раз, все, пора начать там пить кофе. Пьете, пьете, пьете кофе там, и потом вам кто-то говорит, слушай, а если ты выйдешь из вышки, то соседняя дверь там будет, не знаю, какое-нибудь посольство, и в нем будет другая кофейня, и там варят еще лучше кофе. И вы такой, опа, пойду туда. И таким образом вы немножко исследуете среду, но при этом в какие-то моменты вы как бы берете по максимуму вот от текущего знания. И это вот как бы как раз вот дилемма, когда исследовать, а когда брать максимум от того, что вы имеете в настоящий момент. И эта вещь будет вот возникать. И вот самый простой алгоритм, который может прийти в голову, это такой алгоритм, который называется Explore First. То есть сначала поисследуй. Который говорит следующее. Сходи в каждую кофейню, не знаю, там три раза. Возьми, не знаю, там сколько вышки, не знаю, там 3-4 кофейни на территории вышки. Вот сходите в каждую там 3-4 раза, попробуйте там кофе-карасан, и дальше выберите ту, где вы получили максимальное удовольствие в среднем. То есть усредните свое удовольствие по трем дням или сколько дней вы сходите. И продолжайте ходить туда, где вы получили в этот момент самое максимальное удовольствие. Ну, то есть вот так и сделаем. То есть попробуем каждую ручку N большой раз, и выберем ручку A с крышечкой, на которой показалось в среднем. В среднем это в смысле просто выборочного среднего, да, потому что вы получили какие-то N большое наград за посещение, за дергание каждой ручки, и усреднили это N большой наград по каждой ручке. То есть такой вот выборочный средний, да, из математической статистики вы взяли. А дальше все оставшиеся раунды, то есть вам надо K лучик дернуть, N раз, и оставшиеся там раунды, будем считать, что T большое, достаточно большое, чтобы это была как бы какая-то значимая величина. Дальше дергайте ту ручку, то есть пейте кофе там, где больше всего понравилось. Вот оказывается, что если дергать ручку каждую по N большое T в степени 2 третьих, ну там с точностью до всяких остальных факторов, до количества ручек, до алгоритмов, то есть если дергать вот такого порядка, скажем так, T в степени 2 третьих, то оказывается, что можно оценить математическое ожидание упущенной выгоды, как T в степени 2 третьих. Ну с точностью опять же до алгоритмических факторов и до количества ручек, которые есть. То есть это уже лучше, это уже лучше, чем линейный случай. Спрашивается, почему так, как это вообще доказать. Вот оказывается, что эту вещь, ее достаточно легко доказать. Для этого надо вспомнить, что есть такие вот замечательные неравенства концентрации, меры. То есть может быть, если вы учились на втором курсе, то наверняка у вас было, не знаю, там неравенство Маркова, неравенство Чебышева, что-нибудь вы такое помните. Вот. Может быть, кто-то, кто учился чуть получше, он еще, у него было, не знаю, неравенство Хёвдинга, например. Вот здесь нам понадобится неравенство Хёвдинга. Оно говорит следующее. Смотрите. Значит, оно говорит такую вещь, что если у меня есть последовательность независимых случайных величин, одинаково распределенных, и они принимают значение в отрезке от А до Б, то если я просуммирую их сумму и посмотрю, насколько эта сумма отличается от математического ожидания, и посмотрю на вот это отклонение, и оно больше, чем Т, видите, оно бывает экспоненциально. Значит, и более того, здесь у экспонента в степени минус Т квадрата стоит. А здесь стоит n количество элементов. Значит, это математическая формулировка, то есть это так называемая неравенство концентрации. Это означает, например, что? Что вот здесь Т можно взять, ну вот, например, там, смотрите, математическое ожидание, скажем так, если А и Б, ну, например, А и Б положительные числа, то есть или там А0, Б положительные, то есть все случайные величины положительные, то, понятное дело, математическое ожидание где-то посередине между А и Б, поэтому в среднем от ожидания n. А здесь Т можно взять, например, ну, условно говоря, порядка, уж корень из n с точностью там долгарифмического фактора можно взять, да, потому что вот они сократятся с этим n-ки, и все равно у вас будет убывание вероятности. То есть математическое ожидание порядка n, а убывание, значит, фруктуации порядка корень из n. То есть в корень из n раз оно меньше. Ну, и если вы по-другому это немножко перепишите, я это называю ML-френдли, вот, то есть такое дружественное для людей, которые изучали только машины обучения, но у них не было математики, если вдруг такие есть, значит, то это означает следующее, что это такая формулировка, которую очень любят вообще вот в приложении, в статистике, например, не вот такую, а следующую взять. Возьмем дельта от нуля до единицы, тогда с вероятностью, по крайней мере, один минус дельта, средняя величина концентрируется вокруг математического ожидания, то есть здесь сумма применяется только к икситому, да, понятное дело, вот, значит, средняя концентрируется вокруг математического ожидания, и эта концентрация имеет такой порядок. То есть видите, получается, что скорость убывания среднего, оно порядка единицы на корень из n с точностью до грифмического фактора. То есть если вы, например, хотите взять дельта порядка единицы на n, то есть это уже маленькая вероятность, да, то есть вероятность больше, чем один минус с единицы на n, у вас вот эта величина ведет себя как корень из алгоритма n делить на 2n. То есть скорость достаточно быстрая получается. Если вам такие неравенства интересны, это так называемая оценка Хевдинга, Василий Хевдинг, то если вам интересно, то очень рекомендую посмотреть, например, книжку Вершинина, введение в вероятность высокой размерности, там вы достаточно многое подчеркнете. В общем, есть не только Хевдинг, Хевдинг грубый, его можно обобщать, потому что это только для ограниченных случайных величин, можно переходить на всякие субгауссовские случайные величины, здесь не учитывается дисперсия. Чуть дальше, когда Даниил будет рассказывать свою вторую часть, он немножко вам расскажет про неравенство Бернштейна, что неравенство Хевдинга хорошо, а иногда хорошо неравенство Бернштейна, которое еще дополнительные преимущества имеет. По крайней мере, здесь вот эта величина Б минус А, это может быть достаточно грубая величина. Представьте себе, что А и Б, они как бы далеки друг от друга, да? А на самом деле реальная там дисперсия, то есть это, казалось бы, мы, получается, ну, наверное, вы знаете, что вот когда вы проходите там теорию вероятности, вам говорят, можно посчитать средние случайные величины, можно разброс случайной величины померить. Разброс можно померить разными способами. Можно померить, например, стандартное отклонение посчитать. Можно какой-нибудь интерквартильный размах посчитать. Можно там какое-нибудь, не знаю, расстояние между максимум и минимум посчитать. То есть здесь фактически стоит расстояние между максимум и минимум. Но представьте себе, что распределение, оно на самом деле сосредоточено где-то посередине между А и Б. Тогда Б минус А, это на самом деле супер грубая величина, которая может вообще все испортить. Например, там, Б может быть один миллион, но этот один миллион, он принимается какой-то супер-супер маленькой вероятностью, почти какой-то там невозможной вероятностью. Тогда получается, что это вообще какая-то абсолютно глупая вещь. И тогда выгоднее здесь вместо b-a в квадрате поставить на самом деле настоящую дисперсию. Плюс там что-то. И тогда это будет так называемое неравенство Бернштейна. Мы чуть попозже об этом поговорим, но это в голове уже можно иметь. Пока нам неравенства Хердинга хватит. В общем, это у нас есть неравенство Хердинга. Запомните его. То есть, по крайней мере, поведение среднего вокруг мат-ожидания имеет порядок единицы на корень из n. В нашем случае у нас все награды от нуля до единицы, поэтому а и b — это просто 0,1, и, соответственно, b-a — это единичка. Поэтому здесь у нас будут оценки попроще. У нас останется только алгоритм делить на 2n. Теперь давайте немножко математики. У нас сегодня ее будет не очень много, но какая-то будет появляться. Она будет такая очень простенькая. Смотрите, давайте введем событие E. Значит, событие E в чем означает? Мы каждую ручку дергаем, давайте я еще раз напомню, мы могли уже забыть, мы каждую ручку дергаем n большой раз. И теперь для каждой ручки я обозначу через мю с крышкой для этой ручки. Это выборочные средние тех наград, которые я получил за n большой шагов. То есть это все награды делить на n большое. И смотрю, какие у них флуктуации вокруг их истинного среднего, вокруг мёта. И возьму вот бета такого порядка. Ну вот порядка логарифм t в четвертый делить на 2n. Или что равняется 2 лог t делить на n. Откуда это берется? Ну в точности вот отсюда, потому что мы здесь дельту возьмем порядка т в четвертый. Единицу на t в четвертый. Вот здесь я возьму дельту. Значит, вот здесь я возьму дельту порядка единицы на t в четвертый. Почему так? Чуть позже станет снова понятно. Значит, давайте возьмем вот бета, пока выбрали. То есть вот бета убывает. Значит, оно как ведет себя, как логарифм, количество раз, в котором мы играем вообще все наши игры, делить на n. Значит, здесь корень стоит. Тогда, если я воспользуюсь неравенством Хёрдинга, то я в точности получу, что вот это выборочное среднее, концентрируется вокруг матожидания, отклоняется на вот эту величину, в точности как 2 делить на t в четвертый. То есть в качестве бета в точности здесь вот эта величина выступает, которая здесь нарисована. Вот. Значит, окей. Теперь смотрите. Но давайте теперь оценим, какая это вероятность только для одной ручки. Давайте по всем ручкам переберем. Вот если я переберу по всем ручкам и посмотрю событие, что, по крайней мере, для одной ручки у меня эта концентрация, она больше, чем бета. Ну, тогда просто мы знаем, что вероятность монотонная, и вероятность объединения меньше, чем сумма вероятности, поэтому вероятность объединения я заменю через сумму вероятности. Всего у меня k ручек, поэтому у меня будет 2k делить на t в четвертый. То есть вот вероятность вот этого события, что все ручки концентрируются вокруг среднего. То есть это означает, что у меня выборочное среднее, которое я поделал по каждой ручке, оно достаточно хорошо оценило истинное среднее. То есть понятное дело, что выборочное среднее на самом деле может плохо оценить настоящее среднее. А нам хотелось бы все-таки к настоящему среднему подобраться, потому что именно настоящее среднее, по нему определяется самая лучшая ручка. Это событие говорит, что для всех ручек, проделав с каждой ручкой n большой экспериментов, я приблизился достаточно хорошо к ее математическому ожиданию. То есть на величину порядка единицы на корень из n с точностью логарифмического фактора. И на самом деле я оценил еще вероятность по всем ручкам, потому что вероятность того, что хотя бы одна найдется такая, что здесь больше, чем бета, это вероятность она маленькая. 2k делить на t в четвертый. Дальше я буду оптимизацию неких параметров делать, но пока вот так вот, 2k на t в четвертый. Теперь смотрите. Теперь немножко вообще, ну вы, наверное, знаете, что если вы, например, занимаетесь такой математикой типа теории вероятности, статистики, машины обучения, то фокусов их не так много. То есть вы должны знать невероятность треугольника, вы должны уметь прибавлять, вычитать одно и то же, умножать, делить. Вот, и может быть еще там по тейлору раскладывать до какого-нибудь там порядка. Все, если вы это знаете, то вы можете уже писать статьи на ведущих конференциях. То есть этого хватает, чтобы почти любую тарему доказать. Здесь невероятность треугольника. Значит, давайте вот, смотрите, определим ручку, у которой максимальная награда, но в смысле выборочного среднего. Определили. Ну и предположим, что она не совпала с Ассо-звездой, потому что если совпало, то там все просто. Давайте вот предположим, что она не совпала. Тогда смотрите, воспользуемся невероятностью треугольника. Вот в точности предыдущем. Вот у нас вот здесь были такие невероятности треугольника, вот модуль. Фактически раскрываем вот этот модуль, который здесь стоит. И смотрим только на событие, где мы сидим, на событии Е. То есть на событии Е у нас хорошая концентрация для каждой ручки. Поэтому это невероятность треугольника, я его, понятно, делал, могу использовать. Это модуль. Я могу раскрыть этот модуль и использовать либо левую часть модуля, либо правую часть от модуля. Вот. Раскрываю. Значит, тогда получается, что мю в точке А с крышкой, если я прибавлю к нему бета, то оно, например, больше, чем мю с крышкой в точке А с крышечкой. То есть это просто одно из неравенств, которые приходят из модуля. Теперь. Но на этом событии у меня арг максимум. Поэтому это уж точно больше, чем мю с крышкой А со звездой. Потому что А со звездой все-таки оно не дает мне здесь максимума для выборочного среднего. Оно А со звездой максимум для настоящего среднего. Но опять воспользуюсь тем, что здесь у меня было мю, а здесь я возьму мю со звездой. То есть в другую сторону неравенства применю для модуля. И получу вот такую замечательную цепочку. Из этой цепочки я вытащу оценку на зазор. То есть зазор для ручки А с крышечкой. Он будет мю со звездой минус мю от А со звездой по определению. И он меньше, чем 2 бета, потому что я использовал вот эту часть и использовал вот эту часть. Получил оценку. Теперь давайте воспользуемся линейностью математического ожидания. То есть вообще пока у нас все знания на уровне второго курса. Ничего умнее мы не можем придумать. Математическое ожидание упущенной выгоды — это мат ожидания вот этих, соответственно, величин. Может быть, здесь, кстати, знак мат ожидания лишний, потому что это и так в смысле мат ожидания. Поэтому, наверное, можно здесь… А, нет, здесь все-таки это случайность. Поэтому нормально, нормально. Мат ожидания поставим. Разобьем в две части. Вот эта часть — это пока мы исследовали среду, а здесь часть, когда мы брали по максимуму. Видите, вот здесь в каждом слагаемом стоит а с крышечкой. То есть мы брали… Здесь берем по максимуму, а здесь исследуем среду. Теперь давайте как-то каждый из этих слагаемых оценим отдельно. Значит, для слагаемого, которое у нас… Где мы уже берем по максимуму. То есть берем exploitation phase у нас стоит. Вот смотрите, вот эту сумму, математическое ожидание суммы, мы с помощью условных вероятностей и условных мат ожиданий мы разобьем в две части. То есть формула полной вероятности фактически. Здесь мы положим условие, что мы на вот этом событии E, где все хорошо концентрируется, на вероятность события E. Значит, вероятность события E меньше единицы. А вот эту величину мы, соответственно, ее… Что с ней можем сделать? На событии E каждая дельта меньше, чем 2 бета. Правильно? Потому что мы показали, что на событии E у нас каждый гэп меньше, чем 2 бета. Ну вот здесь это и получили. Значит, получили 2t, потому что всего здесь количество слагаемых t минус nk, но грохнем самой большой всей суммой. Значит, будет 2t на бета. А вот эта величина, здесь каждый гэп меньше единицы, потому что у нас награды ограничены. Каждый гэп меньше единицы, поэтому сумма меньше, чем t. Зато вероятность обратного события, мы ее с вами оценивали через неравенство Хёрдинга и объединение вероятности. Здесь получилось 2k на t в четвертой. Значит, вот это… Если теперь я соберу все эти оценки, то получу вот такую вот замечательную оценку. И расшифрую, что бета – это есть корень из 2 лог t делить на n. Значит, получилась вот такая вот оценка. Ну и теперь самая простая вещь, которая есть, это сделать оптимизацию. Просто оптимизировать по n. Ну вот если сделать некие вычисления, то можно показать, что надо взять n большой порядка t в степени 2 третьих. И для такого выбора в точности получится, что у нас вот такой порядок выйдет, как t в степени 2 третьих. То есть это самый простенький алгоритм и его анализ. Но, по крайней мере, анализ уже нам что-то дает. То есть из этого анализа мы можем что-то вытащить. Теперь давайте как бы немножко поумнее все-таки подойдем к тому, что мы все-таки так очень грубо ходили. Мы каждую ручку дергали n большой раз. Но так все-таки в каждой кафе не находишься. То есть если в каждой кафе сходить 10 раз, а их там, не знаю, 10, то это 100 дней надо. То есть пока вы определите, где кофе. Уже этот год учебный закончится, пока вы найдете лучше кофейню. А там сменится поставщик, и все. И надо снова переобучивать всю систему. В общем, надо как-то поумнее делать и подходить по-другому. И вот то, что самая важная здесь концепция, это концепция так называемого оптимизма перед лицом неопределенности. Что надо вот в те зоны, которые вы исследовали, не исследовали еще, надо в них все-таки больше ходить в эти зоны. То есть стараться как-то их исследовать. Давайте вот здесь определим так называемый по-английски это upper confidence bound. То есть это как бы некоторый, скажем так, верхний, не знаю, как даже по-русски правильно сказать, какой-то верхний, верхняя граница доверительного множества, что-то такое, например, можно как-нибудь сказать. Ее обозначим через μ с крышкой. Что это такое? Во-первых, первая вещь, которая есть, что μ с крышкой с большой вероятностью, которую мы потом скажем, с какой вероятностью, но оно больше, чем настоящее среднее. То есть оно накрывает настоящее среднее с большей вероятностью. Вторая вещь, которую мы здесь скажем, что эта величина μ с крышки состоит из двух кусочков. Первый кусочек — это примерно такой же кусочек, как был в предыдущем алгоритме. Мы, значит, если на шаге t маленькая, мы выбрали действие a, то, соответственно, мы усредняем награды, полученные от того, что мы дернули ручку a, и смотрим здесь, nt — это количество раз, которые я дернул ручку до момента t маленькая. Ручку a, я дергал, например, если здесь я дергал ручку три раза, я, может быть, сделал там, может быть, сейчас t маленькой может быть равно 100, но ручка a дергалась всего два раза. Тогда это будет просто сумма двух слагаемых делить на два. Потому что, значит, хотя t маленькой может быть равно 100. А здесь стоит, значит, некоторый бонус, бонус за исследование. И вот этот бонус, величину этого бонуса нам подсказывает как раз неравенство Хёвдинга, который говорит, что возьми-ка бонус вот таким вот. Значит, возьми-ка корень из двух алгоритмов t, который мы уже видели в предыдущий раз, делить на nt маленькое. Потому что, опять же, неравенство Хёвдинга нам говорит, что с некой, с большой вероятностью, вообще говоря, вот наша средняя выборочная, почему-то мне этот не показывает, значит, выборочная средняя. Не знаю, что случилось, но ничего не показывает. Выборочная средняя, вот эта, которая первая слагаемая, оно примерно вот настолько, с большой вероятностью, отклоняется от истинного математического ожидания. Теперь, смотрите, что предлагает нам алгоритм, который мы будем называть Upper Confidence Bound. Он нам говорит, на шаге t выбирай вот такое вот действие. То есть, бери максимум теперь не от вот этого слагаемого, а бери максимум, соответственно, от общей суммы. Почему это имеет смысл? Во-первых, причин здесь две. Если мю с крышкой большое, вот с такой крышечкой, не с крышечкой, а с палочкой, как правильно, с линией, не знаю. Если оно большое, то, например, может быть большая вот эта величина, то есть это означает, что средняя награда на этой ручке большая. Это раз. То есть тогда надо все-таки ее, наверное, потому что если все это хорошо, если вот эта мю с крышкой выборочная средняя концентрируется вокруг мюота, мы на правильном событии сидим, и они концентрируются, тогда если эта величина большая, то, быть может, вот эта большая, и она неплохо концентрируется вокруг большой величины вот этой. А другая вещь может быть в том, что мы еще достаточно мало раз посещали эту ручку. Ручку А дергали. И тогда вот эта величина, которая здесь стоит, в знаменателе, она маленькая. И поэтому, соответственно, у нас… Ну, то есть, если НТ начинает расти, то вот этот бонус начинает становиться все меньше и меньше. Потому что в какой-то момент алгоритм все-таки медленнее растет. Мы достаточно неплохо растем. И вот этот бонус, он начинает уходить в ноль и схлопывается фактически просто, остается только выборочная средняя. Да, если я уже эту ручку много раз, например, подергал. То есть, если я ее уже много раз дергал, то мне, наверное, ее там, может быть, имеет смысл продолжать дергать, потому что она большая. Но при этом вот этот бонус становится все меньше и меньше. Но пока я ее дергал мало, у меня этот бонус большой. То есть, здесь такая вот как бы из двух частей состоит стратегия. Но так выборная стратегия, она, конечно, немножко сложна. Потому что вот здесь сложно работать с этой суммой, например. Ну вот здесь, во-первых, сумма какого-то получается. Мне надо счетчик ввести, сколько раз я что дергал. Здесь тоже каким-то образом надо, видите, сумму брать по тем, только АТ равняется А. И это достаточно сложно. Значит, это усложняет чуть-чуть анализ. Но вот утверждается следующее. Это ключевая теорема текущей части в том, что такой алгоритм с точностью до алгоритмических факторов ведет себя как О большой с корней СТ. И на самом деле это оптимальная оценка в сделанных предположениях. То есть можно поставить пример, что это реально лучше, чем корень СТ, не сделать. То есть это лучше, которая здесь возможна оценка на упущенную выгоду. Ну как вот опять же этот алгоритм определить? Во-первых, давайте введем такое оптимистическое событие, что для любого Т, для любого события А, вот это выборочное среднее для ручки А, посчитанное вот таким вот образом, вот таким вот образом посчитанное, как здесь, оно неплохо концентрируется вокруг истинного математического ожидания. И эта концентрация имеет порядок как раз бонуса BТ. Но опять же здесь очень сложно эту сумму, потому что она как бы сумма еще не по всем индексам, а сумма по каким-то специальным индексам. Что мы делаем? Мы вместо этого немножко задачи перепишем. Перепишем следующим образом. Смотрите, мы возьмем и сделаем такую матрицу. В каждой строке, каждая строка будет посвящена ручке А. То есть отдельная строка — это отдельная ручка. И теперь мы просто генерируем независимо одинаковые наблюдения из ручки А и записываем их в строку для этой ручки, для этой матрицы. И теперь, если мы на житом шаге, сказали, что мы будем на житом шаге нашего алгоритма, мы будем дергать соответствующую ручку, мы на самом деле просто побежим в соответствующую строчку и возьмем соответствующий элемент из матрицы наград. И получим вот это D от А. То есть мы такое сделаем, все пронумеруем, все награды, которые мы получаем. И тогда просто я буду брать и через вот это V, от А, просто писать сумму в нужной строке до элемента Ж. То есть я буду просто суммировать. И тогда на самом деле понятно, что вот те события, которые лежат вот здесь, они всего лишь как бы подмножество всех событий, которые лежат вот здесь. То есть вот здесь это все возможные суммы, которые вы делаете с ручкой А. То есть для любого Ж. А здесь только некоторые какие-то из них получатся. И вот понятное дело, что так как здесь их гораздо больше, то это подмножество, оно лежит в Е-оптимизм. То есть оно меньше. Но зато для этого подмножества мы можем писать наше неравенство Хёрдинга, потому что здесь как бы сумма уже просто идет от первого элемента до житого элемента. То есть здесь нет каких-то там пропусков, и не надо вести вот этот счетчик. То есть это немножко нам упрощает анализ. И теперь если мы для каждого события мы можем воспользоваться неравенством Хёрдинга, аналогично тому, как мы это делали в предыдущий раз. То есть здесь суммируются Ж элементов и берется их выборочное среднее. То есть здесь как бы единица на Ж стоит внутри. Поэтому вот такая величина с вероятностью 2 делить на Т в четвертый. Но тогда Е-оптимизм, во-первых, оно больше, чем П от Е, где все пересекаются. А П от Е — это есть единица, вычесть П от не Е. А не Е мы оценим так же, как в предыдущем алгоритме, через 2К делить на Т в третий. Потому что здесь Т в четвертый стоит, вот в этой вероятности. У нас с вами здесь сколько элементов? Здесь у меня Т большое элементов, еще К элементов. И получается, что здесь будет 2К делить на Т в кубе останется. Если я предположу, что К там меньше, чем Т, то все-таки я шагов делаю больше, чем раз дергаю ручку, то можно еще немножко упростить. Можно писать, что это больше, чем единица, вычесть 2 делить на Т квадрат. Но это разумное предположение, что все-таки у меня кофейн меньше, чем раз я там посещаю эти все кофейни. Ну и тогда можно делать примерно такой же анализ. Мы снова разбиваем регрет на две части, там, где он, соответственно. Только теперь у нас нет вот этой эксплойтейшн-фазы, как прям в явном виде, что мы там первые НК элементов выделяем. Мы сразу разбиваем от ожидания на две части. Значит, там, где мы не на оптимизме, здесь мы грохаем это просто через, вот это через Т большое, а вот эту вероятность грохаем через Т делить на Т квадрат. Поэтому вот вся вот этот кусочек будет 2 делить на единицу на Т. И нам останется только рассмотреть вот эту вещь. Значит, по оптимизм единичкой оцениваем, и, значит, нам надо математическое ожидание на оптимизме посмотреть. Ну, также используя нюансы треугольника, мы что делаем? Во-первых, мы берем самую лучшую, как бы возможную математическое ожидание, истинное. Его заменяем на, соответственно, у нас это мю с линией, это AP Confidence Bound, поэтому на нем у меня точно будет больше, чем мю со звездой. Значит, и более того, я сижу на событии и оптимизм, где это действительно так, да? Вот. Дальше я чем пользуюсь? Я пользуюсь тем, что АТ дает мне для конкретной… То есть АТ это аргмаксимум, да? То есть вот, помните, мы здесь определили, что у меня АТ это аргмаксимум вот такой величины, мю с линией. Поэтому на нем я получаю больше, значит, больше, чем мю Т в точке А со звездой. Ну и дальше опять я использую два раза нюансы треугольника на оптимизме, и получается, что я возвращаюсь снова к мю от АТ плюс 2 БТ. Вот. Поэтому гэп я просто оцениваю через такой вот удвоенный бонус. То есть вот это у меня величина, значит, на соответствующий гэп. И мне фактически то, что надо сделать, или взять просто и просуммировать по Т, просуммировать, значит, все вот эти величины, которые здесь стоят. Ну, это такой простой математический анализ, да, то есть вот как я пишу, Р от Т это есть О большой, с точностью там до всяких алгоритмических факторов от вот этой величины. Сюда я засунул все лог-факторы. Значит, и здесь надо просто вот, если я хочу такую сумму по Т от единицы до Т, это то же самое, что посмотреть на сумму по А, а здесь взять сумму по К до вот такой вот величины. Да, то есть я просто эту сумму могу разбить по событиям, посмотреть по тем ручкам, которые я дергал. И тогда будет здесь единица на корень из К. Значит, и сумма всех НТшек, она равняется Т большому. Ну, дальше просто надо применить некий математический анализ, там сумму забить через интеграл, вычислить соответствующий интеграл и воспользоваться неравенством Йенсен. Может быть, я это прямо в детали здесь входить не буду, потому что у меня времени все-таки мало. Но вот дальше более-менее понятно, что вот такой выбор мне как раз и дает корень из ТК. А вот это второе событие, оно вообще очень маленькое получается. Вот. То есть вот примерно так оценивается. Здесь тогда я дальше не буду останавливаться. Вот. То есть вот это как бы некоторые идеи, из которых мы уже вот из бандита вытащили некоторые идеи, что вот нужно иногда вот, значит, заниматься исследованием среды, иногда, значит, брать по максимуму от среды. И очень хорошая вещь, как выяснилось, это делать бонусы. И вот в обучении с подкреплением мы с вами постараемся перенести эти бонусы. У меня еще минут 20, вот, поэтому мне надо немножко ускориться. Но я, может быть, супермного рассказывать здесь не буду, потому что потом еще Даня немножко тоже продолжит. Значит, теперь. Бандит — это был такой частный случай обучения с подкреплением. Что лежит в основе обучения с подкреплением? Ну, здесь лучше всего начать вот с некоторой такой картиночки, которая, может быть, пока будет не суперпонятно, но сейчас мы постараемся объяснить. Значит, первое что? Значит, агент находится в некоторой среде. Это что означает? Что, во-первых, у агента есть состояние, множество состояний, в которых он может находиться. То есть это может быть, например, какая-нибудь координата его в пространстве, например. Или это может быть, не знаю, что-то, например, количество денег на вашем счету. Это может быть состояние вас, как агента, если вы на бирже торгуете или еще что-то. Теперь, находясь в состоянии, вы можете делать действия. Например, если вы торгуете, то действием является купить таких-то акций на столько-то денег. Или, например, если вы двигаете машину, то, например, надо газу добавить в машине. Какой-то, значит, добавив сильно газу, вы перейдете в какое-то новое состояние. Значит, когда вы перешли в новое состояние, вы за это получили некоторую награду. Ну, например, если это финансовый рынок, вы как бы инвестировали акции, не знаю, в Газпром, в этом состоянии он не выплатил дивиденды, вы упали сильно, как бы, да, вот как бы все плохо, да, негатив. Значит, и приходите в новое состояние и продолжаете. Делаете, значит, состояние, делаете действия, получаете награду. И таким образом вы как бы бегаете посреде. Значит, теперь каким образом вы… Вот эта пятерка, она называется марксовский процесс принятия решений. Давайте обсудим, что в этой пятерке, за что отвечает. Вот здесь много букв непонятных. Значит, S большое. S большое — это пространство состояний. И я буду обозначить через S, K. Это последовательность, скорее всего, случайных для меня, да, последовательность состояний, которые я посещаю. Может быть, не случайных, но, наверное, будем считать, что в каких-то, может быть, оно может быть не случайно, в каких-то, значит, случайно, да. Значит, вот последовательность состояний. Теперь A. Это пространство действий. То есть это те действия, которые я могу совершать. И последовательность действий я буду обозначить через AK большие. Последовательность действий. Теперь есть политика. Значит, политика, мы ее будем немножко по-разному понимать. Иногда это будет вектор, на самом деле, или когда я буду говорить про всякие множества политик. Но вот в текущий момент я нахожусь… Смотрите, значит, что здесь еще важно? Вот, может быть, сразу я скажу, что такое H большой, чтобы дальше было проще. H большой похоже на T большой из предыдущего… Немножко похоже, на самом деле это как бы разные вещи, но T большой у нас тоже появится. Теперь, что такое H большое? H большое – это количество шагов… Смотрите, вот как я буду делать? Я буду… Представьте себе, что вы… Может быть, это сразу хороший пример такой привести. Вы играете, например, в крестики-нолики. И вот крестики-нолики – это как бы вы проиграли до какого-то момента в крестики-нолики. Например, кто-то из вас выиграл. Или вы сделали, например, 10 шагов. Ну, не 10, каждый из вас в сумме вы сделали 6 шагов. И вот это H большое – это количество действий, скажем так, шагов по времени, например, которые вы проиграли один эпизод. Как бы один эпизод – это, например, одна шахматная партия или одна партия, например, в крестики-нолики. Или вы запустили какой-то один эксперимент. Он у вас как бы сделал H действий. И я здесь буду предполагать, что H у меня всегда фиксировано. То есть я всегда буду делать H большой действий. Понятное дело, что если вы играете в какие-то игры, то H может быть случайно, например. То есть кто-то из вас выиграл, кто-то проиграл. Что-то такое. Это может быть момент остановки. Но здесь мы будем для простоты предполагать, что H – это просто количество действий в рамках одного эпизода. И дальше мы будем играть много эпизодов. То есть мы будем много раз запускать одну игру. То есть, например, мы в шахматы будем играть тысячу раз. Тысячу партий будем играть. Теперь я нахожусь внутри эпизода, я нахожусь на шаге H маленькая. И на шаге H маленькая я нахожусь в состоянии S. Я действия делаю, исходя из некоторого, скажем так, пока что вероятностного распределения. То есть может быть с вероятностью 1, 2, находясь в этом состоянии, я, например, сделаю шаг влево, а с вероятностью 1, 2 шаг вправо. Может быть, это детерминированная функция, то есть вероятность, которая сидит в одной точке. Например, если я нахожусь в этом состоянии, я всегда делаю шаг влево, например, с вероятностью 1. То есть, ну, вообще говоря, это некоторое вероятностное распределение. Дальше у меня будут, под политикой я буду часто еще понимать просто набор внутри одного эпизода, у меня будет P1, P2, P3 и так далее. Я их буду обозначать просто P, как бы политика. То есть это политика, то, как я играю эпизод. То есть это некое правило. Теперь, если я нахожусь в состоянии, теперь мне нужно так называть марковское переходное ядро или марковские переходные такие матрицы в дискретном случае. Если я нахожусь в состоянии S, и в этом состоянии я сделал, на шаге H, я сделал действие A, то я перейду в следующее состояние, в H плюс 1, S штрих, вот с такой вероятностью. То есть вот этот закон у меня задан. И хорошо, если он, например, известен, этот закон. Но в большинстве приложений это P большое, но на самом деле неизвестно. И здесь я буду предполагать, что вот это ядро от H не зависит. То есть у меня всегда будет для простоты переходное ядро, значит, как бы всегда будет одно и то же, однородная будет цепь марка. Вот такая у меня получается. Вот. Значит, то есть в большинстве приложений я это не знаю. Это вещь, которая где-то там запрятана внутри. То есть, например, я, если там управляю какой-нибудь машиной, например, я что делаю? Я веду машину, в текущий момент я нахожусь здесь, там, не знаю, перед перекрестком, и я, например, делаю действие, а какое действие? Ну, например, газону перед перекрестком по полной мощности, да? И я не знаю, каким образом машина у меня едет, там какой-то есть какой-то закон распределения, плюс есть какая-нибудь случайность из-за того, что там какие-то неровности в дороге. Но она раз и ровно в середине перекрестка оказалась. Ну вот круто, как бы получили новое состояние. Что будет дальше, как бы будем дальше смотреть. Но, значит, вот такой переходный. И теперь за то, что я сделал, значит, и дальше я получаю еще награду. Я тоже здесь для простоты буду часто предполагать, что вообще награда ограничена. Значит, награда зависит от состояния действия. То есть, перейдя в действие, я получу награду. Можно разные формулировки вводить, что я, перейдя в новое состояние, получил какую-то награду. Но на самом деле можно просто пока для простоты предполагать, что награда зависит только от вот этих двух величин S и A. От того состояния, в котором я находился, и от того действия, которое я сделал. Можно разные совершенно формулировки здесь писать. Но вот для простоты будем такой. И все они ограничены от нуля до единицы. То есть, вот, опять же, вот эта схема здесь работает. Теперь, если у меня есть, например, все эти законы заданы, то я вообще на самом деле могу много чего посчитать. Например, я могу посчитать переходное ядро, как из состояния S перейти в состояние S' Но что надо сделать? Надо взять, соответственно, вот этот заданный нам закон, что если я нахожусь в состоянии S, сделал действие A, то вот с такой вероятностью я перейду в S'. Ну и усреднить просто по всем, на данном шаге H, усреднить по всем политикам. То есть, по всем действиям я усредняю вот с такой вероятностью. Поэтому для заданной политики перейти из состояния S в S' есть вот такая просто вероятность. Ну то есть я пропустил как бы действие, потому что мне важно, например, только состояние. Можно показать, что это будет тоже марковским ядром. Ну и, например, я могу посмотреть на распределение пути, что я делаю какие-то действия, перехожу в какие-то состояния, тогда надо просто перемножать вот такие вот. То есть, понятное дело, что в нулевой момент времени, находясь в состоянии S0, я сделал действие A0, исходя из вот такой политики. Значит, потом я из A0 и S0 переместился в S1. В S1 я сделал действие A1, исходя из политики P1 и так далее. И зациклился. Значит, вот такие вот вещи можно считать. Теперь, ну, есть вот джим, в который вы ходите, да, там вот качалка, да, кто-то из вас там, например, ходит, и там вы затачиваете свои какие-то действия тем, что вы, не знаю, там у вас какой-нибудь там, не знаю, сильные ноги, сильные руки, там, не знаю, вы что-то тягаете. Если у вас как бы классные алгоритмы, то эти алгоритмы можно попытаться тестировать в джиме обучение с подкреплением. Есть такой OpenAI джим. Там много всяких сред. Вот это классический контрол. Вы, например, вы пытаетесь вот тележечку загнать вот сюда, где флажок лежит. То есть вот прикладывать некоторые силы. Здесь вы на платформе пытаетесь такую вот молоточку держать, чтобы он не упал. Да, ну, всякие там эти есть разные. Есть всякие Atari-игры, похожие на всякие, типа, что-то на Tetris или что-то такое. То есть там куча всяких сред. Можно там какой-нибудь луноход пытаться сажать, можно там играть в какой-нибудь, не знаю, пинг-понг, что-нибудь такое. Куча всяких сред. Делаете алгоритмы, идете туда качаться как бы и показываете, что у вас результаты лучше, чем лучший алгоритм, который как бы решает эту среду. Вот. Значит, теперь как бы как… Ведь политик может быть много, то есть стратегий может быть много. У каждого своя стратегия управления автомобилем. То есть когда вы, например, делаете перестроение, кто-то, не знаю, там смотрит, например, перестроитесь налево на машине, кто-то смотрит, например, в зеркало, смотрит, что никого нет, перестроивается, а кто-то там, не знаю, перестроивается на раз-два-три, например. Считает, что если если раз, два, три, ничего не произошло, можно перестраиваться. Это тоже стратегия. И спрашиваются, а как померить, что эта стратегия лучше, чем другая? Чтобы померить, надо сказать, взять стратегию P, которую здесь я понимаю теперь как вектор внутри эпизода, и на каждом шаге внутри эпизода посчитать ценовую функцию для каждого состояния. Я что делаю? Я следую политике P. Если я нахожусь, например, сейчас на шаге один, то есть я только начинаю эпизод, я суммирую все будущие награды, случайные награды, от единицы до H большого, следую политике вот этой. То есть я делаю на шаге один, я делаю P1, на шаге два P2, и так далее, PH. И вот это у меня будет все вектор, это будет политика общая. И, соответственно, это могут быть какие-то меры, это могут быть какие-то функции, если вдруг у меня меры, вырожденные в одной точке. Ну и здесь что? Здесь, соответственно, награда, она приходит из некоторой, она некоторая случайная награда, которая зависит от SK, а К, значит, SK плюс 1 приходит из предыдущей пары, значит, АК тоже приходит из некоторой политики. И вот по всем ним я усредняю свои, значит, награды и двигаюсь. То есть это ценовая функция, цена, если я следую этой политике, P, то я получу, у каждого состояния, на каждом там действии, на каждом шаге есть вот такая цена. Теперь понятное дело, что можно определить, например, оптимальную ценовую функцию, та, которая дает максимум по всем. То есть классно, конечно, делать там, где у вас самая большая награда, потому что все-таки это, как бы мы за этим стремимся, стремимся за максимальные награды. И можно еще посчитать так называемую action value функцию. Она выглядит так же, как value функция, только здесь вот вместо того, чтобы условия поставить только на, соответственно, на действие S, я здесь еще и на состоянии S я здесь еще действие A фиксирую. Во всем остальном, то есть я как бы начинаю на шаге H, я говорю, что я уже сделал действие, теперь смотрю, какая у меня будет будущая награда. Оказывается, что вот эта Q функция, она очень полезная, много где потом будет использоваться. Значит, и вот у меня получается оптимальная action value функция на шаге H в состоянии S маленькое. То есть вот просто надо взять супремум по всем политикам, значит, вот такой же величины, как и на предыдущем шаге. Теперь, значит, то, что мы будем часто использовать, мы будем использовать некий такой формализм из теории марковских цепей, как с помощью ядер действовать на функции. Вот просто некие обозначения. Вот у меня есть ядро P. Помните, ядро P у меня зависело от предыдущего состояния действия, которое я делал, и переход в новое состояние. Если я пишу P на F в точках S, это означает, что я беру функцию F, которая зависит только от состояния, например, ценовую функцию, и ценовую функцию усредняю по всем будущим состояниям, используя свое ядро. Ну, если у меня все дискретно, то просто беру сумму вместо интеграла. То есть вот такие вот… Значит, если у меня есть плотность, то, соответственно, вот такая вот величина есть. Ну, то есть это совершенно понятная вещь. Ничего здесь такого сложного нет. Теперь, значит, дальше. Что мы делаем дальше? Это некие определения, мы к ним будем иногда возвращаться. Теперь можно, оказывается, написать систему уравнений, то есть которую вы называете уравнений Беллмана, то есть такую вот как бы некую итерационную, что называется, backward induction, то есть такую как бы индукцию, получается, можно делать вперед и как бы как-то там с начала до конца, можно делать с конца в начало. То есть такая индукция будет, обратная индукция. То есть у меня есть MDP, есть политика P, и есть награда. Значит, да? И оказывается, что тогда Q-функция, соответствующая политике P, и V-функция, они удовлетворяют вот таким вот, такой системе уравнений. То есть вот ее легко начать. Видите, если я на шаге H плюс 1, в нулевой момент, значит, в момент времени H плюс 1, в конце я уже ноль, как бы все, положим ее нулем. Теперь, как определить следующее? Следующая, значит, Q-функция на шаге H определяется через V-функцию на шаге H плюс 1. И я применяю ядро P. То есть я беру ценовую функцию, которая зависит от S, и я ее усредняю по своему ядру P. То есть поэтому здесь стоит SA. То есть я усредняю вот эту функцию по всем S' приходящему из этого ядра. А потом, чтобы, соответственно, когда я посчитал Q-функцию, я V-функцию посчитаю, просто усреднив Q-функцию по всем действиям. Вот, оказывается, вот такая вот есть система уравнений. И если у меня политика детерминированная, то есть она в состоянии дает конкретное действие на шаге H, то вот в этой сумме получается, что у меня вместо того, чтобы сумму здесь брать, V-функция – это будет просто Q-функция, когда я сюда место действия подставил PH от S. Вот видите, здесь получается функция от S, но которая от второго здесь аргумента зависит через вот такую функцию P. Вот, то есть это вот как бы такое следствие. Ну как это сделать? Просто опять же вспомнить условные математические ожидания. Видите, если вы учились на втором курсе, то вы уже можете какие-то умные вещи делать. Ну что надо сделать? Что такое Q-функция? Q-функция – это по определению вот такая вот функция. Это сумма всех будущих наград при условии, что я в текущий момент в состоянии S и сделал действие A. Так как выкинем слагаемое, соответствующее T равно H, потому что оно полностью определяется S и A. Значит, оно детерминированно получилось. R S от A. Теперь, все остальные слагаемые, что мы с ними сделаем? Во всех остальных слагаемых мы сюда сделаем то, что называется как это называется? По-английски tower property, по-русски это называется телескопическое свойство. Значит, воспользуемся телескопическим свойством. Вставим сюда сигма-алгебру, которая порождена H плюс 1. Это сигма-алгебра, которая больше, чем вот эта, поэтому ее сюда можно вставить. Но вот это, когда я сюда вставил событие SH плюс 1, это в точности дало мне ценовую функцию в случайный момент времени SH плюс 1. Потому что вот здесь зафиксировано SH плюс 1. И взял вот это условие. Но если я теперь подумаю, что такое вот это условное математическое ожидание, я как бы зафиксировался на событии и на действии. Поэтому это то же самое, что взять и усреднить мою ценовую функцию по всевозможным исходам SH плюс 1. Но это значит, что просто применить ядро π. Вот получилась такая вот замечательная формула. Ну а дальше как бы дальше все просто. Теперь для ценовую функцию мы на самом деле могли сделать то же самое. Просто воспользоваться, теперь здесь вставить сигма-алгебру, которая еще порождена AH. То есть это событие больше, чем это, это сигма-алгебра. Поэтому здесь, соответственно, появится у меня q-функция. Значит, а если здесь у меня стоит q-функция, то в точности я ее усредняю. Здесь вся случайность приходит из-за А большого. То есть надо просто взять и усреднить по соответствующему А большому и по его вероятности. Поэтому получится просто вот такая сумма. Ну и понятное дело, что если у меня детерминированный π от h, то здесь только одно слагаемое будет в точности, когда А это там π от s. Поэтому это как бы все легко. Ну и вот здесь как бы ключевая вещь. Окей, уравнение Белмана у нас есть, это уже хорошо. Но как искать политику вообще? Как вот найти оптимальную политику? Это как бы ключевая здесь вещь, да? Но вот первое, что можно сделать, оказывается, что если я определю политику, вот я посчитал q-функцию на шаге h для политики π, я посчитал q-функцию. И теперь для этой q-функции я возьму действие А такое, что q-функция на ней максимальная на этом действии. Получу функцию от s. Значит, функция от s дает мне такой а, на котором достигается максимум вот этой функции. Оказывается, если я подправлю свою политику вот таким способом, вот по такому закону подправлю политику, то моя политика всегда будет лучше, чем предыдущая политика π. То есть я с помощью детерминированной политики, выбирая, так сказать, максимум q-функции, я могу улучшать политику в смысле ценовой функции. Ну как это доказать? Ну здесь такое некоторое рассуждение, может быть, уже надо немножко чуть-чуть побольше поизучать. А, нет, здесь еще просто. Здесь все еще просто. Значит, надо сделать индукцию. Значит, если я на шаге h равный, здесь должно быть h плюс 1, на шаге h большое, h плюс 1, то там все ноль, и поэтому там все как бы равно, неважно. То есть мы всегда знаем, что здесь у нас везде нули. Значит, здесь у меня везде нули. Поэтому дальше я как бы… На последнем шаге там неважно. Теперь предположим, что у меня там до какого-то шага h сверху, когда я иду, все окей. То есть я на шаге h знаю, что вот у меня есть вот такое свойство. Ну тогда возьмем шаг h. Шаг h это что? А, нет, на шаге h плюс 1 у меня есть такое свойство. Покажем, что на шаге h оно есть. Но опять же, по уравнению Беомана мне дают, что q от h равняется вот этому. И здесь, значит, vh плюс 1 я заменю на vh плюс 1 с индексом p с крышечкой. Потому что у меня индуктивное предположение действует. А эта штука по определению есть qp с этой крышечкой. Поэтому вот я показал, что оно лучше. Ну и, соответственно, я теперь возьму и посчитаю vh от p. vh от p это усреднение q-функции. Значит, здесь я всю q-функцию заменю на ее максимальное, а интеграл просто единички, потому что это вероятность номера. Поэтому здесь стоит максимум. Но мы только что показали, что qh меньше, чем q от p с крышечкой. Сюда подставил q от p с крышечкой. А это в точности по определению, как определяется vh от p с крышечкой. То есть на самом деле вот такой закон выбора пи от h, значит, выбора следующего действия, он как бы дает, улучшает политику. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что я могу теперь рассматривать только детерминированные политики. Потому что на них как бы максимум достигается. То есть такие крайние точки. И тогда смотрите, что я могу сделать. Я могу запустить следующий алгоритм. Я беру какую-то политику пи 0 и беру свое MDP. И теперь я, смотрите, что делаю. Для каждой политики пи 0 я определяю, соответственно, функцию qp t. Ну, то есть определяю, считаю q-функцию, используя уравнение Белмана, и беру новую политику p t плюс 1, которая есть так называемая жадная политика по отношению к вот этой q-функции. То есть вот жадная в этом смысле. В том, что когда я говорю greedy policy, я говорю, что жадная, потому что я беру arg-максимум. И это мне дает лучше политику. Я улучшил. И теперь я продолжаю эту процедуру много раз. Снова высчитываю для новой политики, которая жадная по отношению к этой q-функции, высчитываю новую q-функцию, пересчитываю, и снова обновляю политику. Ну, спрашивается, к чему я сойдусь при т, стремящемся к бесконечности. Но вот оказывается, что вот мои уравнения перейдут просто выравнения для оптимальной ценовой и q-функции. То есть они очень похожи на предыдущие. Только vh теперь не сумма, это просто максимум q-функций. А q-функция переписывается через оптимальную v-функцию. Ну и на шаге h плюс 1 обе эти величины равны нулю. Значит, я, к сожалению, немножко ограничен по времени. Мы должны закончить сейчас. Есть некая доказательность этого факта. Оно достаточно простое. Можете потом, я слайды пришлю, вы можете его прочитать. В общем, здесь как бы доказывается достаточно легко. То есть, ну, просто некими предельными переходами. Там можно еще теремию B по леви вспомнить. Ну, в общем, некие предельные переходы. Ну, о чем, например, это говорит? Это вещь. И это как бы ключевое, на чем я закончу, а потом Даня продолжит, и он, может быть, еще раз это напомнит, но это в любом случае ключевое. Если вы знаете ядро P, ядро P, вот это вы знаете ядро P, то теперь давайте запустим итерационную процедуру, которая решает вот это уравнение. Ну, то что это означает? Смотрите, ведь в нем это просто как бы такая индукция назад. То есть, если мы ядро P знаем, то есть мы можем по нему суммировать, усреднять, считать интегралы, то нет никаких проблем. Мы запускаем следующую процедуру. Мы просто на шаге H плюс один кладем все равно нулю, и дальше запускаем процедуру от H большого до единицы следующим образом. Мы предыдущий шаг усредняем с помощью P, прибавляем вот эту награду, берем максимум, считаем в или функцию, берем жадную политику и продолжаем. И на выходе получаем оптимальную политику. То есть это означает, что если у вас MDP не очень большое, то есть пространство, состояние действия не очень большое, и вы знаете, как устроен закон перехода из состояния в другие состояния, то вы можете совершенно спокойно уравнение Беллмана решать. И это вам дает оптимальную политику, оптимальную ценовую функцию. То есть вы все, что можно, вы посчитаете. Это как бы здорово. Но здесь есть куча проблем. Проблема заключается в том, что, а быть может вы… Вот смотрите, мы, кстати, в предыдущем алгоритме, когда его запускали, мы тоже на самом деле вот policy iteration делали, мы тоже предполагали здесь, что мы умеем считать все наши переходные ядра. То есть вот эти ядра мы, соответственно, знаем, которые здесь стоят. Но представьте себе, что теперь этих ядер нет. То есть примерно такая же ситуация, как и в бандитах. Вы не знали, как вы выдергали ручки, но не знали, какое законное распределение у каждой ручки. Здесь вы также не знаете вот эти переходные ядра. И это означает, что надо как-то по-другому. А наша основная цель это найти оптимальную политику, потому что мы хотим как можно ближе к оптимуму работать, чтобы получать как можно лучшие результаты. И это означает, что надо сюда пытаться переносить какие-то, например, какие-то результаты из того, что мы делали для бандитов. То есть может быть какие-то бонусы вводить, вот эти UCB-правила вводить. Или как-то по-другому следовать. То есть есть разные подходы. Есть подходы, которые называются основные на модели, есть которые model-free. Вот я не успел рассказать вам про кулернинг, но может быть кто-то из вас знает, что есть такой кулернинг, он model-free. Вот Даня будет в основном сегодня рассказывать про model-based, когда мы будем бегать по среде, то есть мы будем делать всякие действия, переходить в новые состояния, исследовать среду. И исследуя среду, мы, например, будем постараться считать вот это ядро P. Ну как посчитать ядро P? Его можно попробовать оценить. Как оценить ядро? То есть просто считать, завести счетчики, например. Сколько раз я посетил, какие состояния и какие действия я поделал. То есть можно пытаться это ядро каким-то образом учить. Тогда это будет, что называется, model-based подход. И Даня будет в основном сегодня рассказывать про model-based, хотя может быть, не знаю, может быть, про model-free, какие-то вещи скажут, я не помню точно. Но в любом случае, на этом я закончу на сегодня. дня. Да.